Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы с вами поговорим о голубике, потому что это культура, которую многие хотят выращивать, многие получают неудачи, ну и какие-то мифы, домыслы рождаются об этой культуре. На самом деле агротехника садовой голубики ничуть не сложнее, чем той же смородины, ну и даже легче, чем винограда, хотя виноград выращивают многие. Давайте будем разбираться с этой культурой досконально, что она любит, чего она не любит и где мы допускаем ошибки. Ну самое первое, значит, по этой культуре что? С чего мы начнем? Ну давайте начнем с выбора сорта. Ну все сорта садовой голубики, а их много, конечно, отличаются чем? Отличаются высотой. Если высота сорта Нортланд, например, составляет где-то метр двадцать сантиметров, значит сорта тоже Блюкроп, уже метр пятьдесят, метр восемьдесят, уже выше гораздо. Поэтому мы определяемся то, что нам надо по высоте сразу. Далее что мы будем смотреть? Срок созревания. Голубика бывает по сроку созревания раннее, среднее и позднее сроков созревания. Как это в практике понять, что сорт? Ранние сорта садовой голубики созревают в начале июля, средние сорта конец июля, а вот уже поздние сорта начинают созревать только в середине августа месяца. Ну надо учесть, что культура эта как бы имеет растянутый период подоношения, поэтому период подоношения любого сорта идет где-то месяц-полтора. Поэтому ранний сорт может начаться в июле, и еще в середине августа он будет еще давать плоды. Запоминаем. Следующий нюанс, на что мы будем обращать внимание, на крупноту плодов. Какие здесь характеристики? Есть сорта, которые дают много плодов, но не разных размеров. И крупные, и мелкие, разные. Есть сорта, тот же Бонус, Нуи, например. Их плоды очень крупные, до 30 мм в диаметре. То есть очень крупные плоды, поэтому смотрим на размер плода. Ну далее, если вы будете в питомнике, соответственно, поинтересуйтесь и характеристикой плодов, на вкус, вкусовыми качествами. Сладкие они, кисло-сладкие, потому что они тоже отличаются между собой. Разобрались дальше, что мы будем еще оценивать по голубике. Значит, как мы будем с ней работать? Много работы или мало работы? В каком это отношении? Отношение такое, что есть сорта, которые требуют слабой обрезки. Например, Стэнли. Его практически можно вообще не обрезать. Не подходить к тем истекаторам, и он будет давать хорошие урожаи. Есть сорта типа Пионера. Они очень мощные, очень быстро заглушаются, и там постоянно надо регулировать. Поэтому, опять же, обращаем внимание на эту характеристику. Ну и самое важное, конечно, это морозостойчивость сортов. Все сорта голубейки по этому признаку делятся как бы на две группы. Сорта северные и сорта южные. В чем различие? Сорта северные выдерживают зимние заморозки в минус 25, минус 28 до минус 30. Сорта южные группы выдерживают заморозки всего лишь минус 10, минус 15. Поэтому на роду с характеристиками сортов обращайте внимание на их морозостойчивость. Ну, сорты мы определились. Можем приобрести определенный сорт. Дальше что будем делать? Выбираем участок. Ну, как бы в литературе всегда пишут, что выбираем участки, где никогда не росли. Там другие культуры, там овощные участности, потому что они передают болезни. Ну, и народ лишит такие участки. Ну, там надо прямо целина. Что не совсем верно. Не совсем-совсем. Здесь вот практически вот даже на моем участке, где я сижу, здесь росла рассада капусты не один год, здесь росли огурцы, свекла, морковка. И тем не менее, прекрасно развивается голубика. Потому что голубики несколько иные требования к почвенному питанию. А какие я буду рассказывать дальше. Для голубики она где привыкла расти? Она растет, даже вот эта голубика, которая пришла к нам из Северной Америки, она произрастает по окраинам верховых болот. Она живет по окраинам верховых болот. То есть ей надо скудное минеральное питание. Питание она берет не из почвы, а ей питание поставляют микоризмные грибы. Микоризмные грибы развиваются, и они прорабатывают, микрофлору создают определенную, и эта микрофлора уже кормит нашу голубику. Вот поэтому, если есть микоризмные грибы, голубика будет развиваться очень хорошо. Как я уже вам рассказывал, что голубика растет за счет микоризмных грибов. Для того, чтобы эти грибы защелить в почву, для того, чтобы ваша голубика скорее проживалась, и соответственно росла, у нас при посадке, а также ежегодной весной, их можно микоризмные грибы профит. Разводим 100 миллилитров воды и поливаем каждый куст. Примерно по литру на каждый куст поливаем. Грибы начинают работать, и наши микоризмные грибы работают, и наша голубика развивается гораздо лучше. Какие почвы подойдут для голубики? Что опять же, чтобы не было заблуждений, подойдут песчаные почвы, но они быстро пересыхают. Что мы будем делать на песчаных почвах? Правильно, на песчаных почвах мы будем променять мульчирование. Следующее, что подойдут для голубики? Супяси. Супяси тоже прекрасно подойдут для голубики. Можно ли выращивать голубику на глинистых почвах? Конечно, можно. Просто единственный нюанс, что многие, я думаю, так, но это чуть дальше по грунтам расскажу, на глинистых почвах голубику что мы будем делать? Почву разрыхлять, потому что голубика не любит плотных почв. На плотных почвах она задыхается и погибает очень быстро. Поэтому будем разрыхлять. А что мы будем использовать в разрыхлитель? Гравий, в объемном соотношении 1 к 1, в разделах посадочной ямы, так почву перемешиваем, и наша голубика будет расти прекрасно. Потому что голубика любит кислые почвы, а у нас в межнодеземной зоне и в Беларуси, где в частности живу, все почвы кислые. Поэтому даже естественная кислотность уже идет на пользу нашей голубики. Ну, PH кислотности для голубики считается оптимально 3,5-5 до 5. Выше уже голубики плохо. Ну, часто в литературе написано, что используем торф. Так вот, по незнанию, многие берут обычный низинный торф, черный. Черный торф – это смерть для голубики. Почему? Голубика растет на верховом торфе, который как бы вода, как черосита, и прошла. Низинный же торф воду задерживает, впитывает, и наша голубика гибнет от чего? От воды. Потому что мы как бы заблуждаются. Видя голубику на болоте, ну, я считаю, что растение очень многолюбивое. Нет, у нее потребность к воде такая же, как у большинства важных культур. Ведь в природе голубика растет по кочкам. Если вы будете замечать, посмотрите, кочка, и на кочке растет голубика наша, это же обычная лесная. Вот, растет на кочках. Ну, и, соответственно, культурой будем создавать такие же условия. Ну, идем дальше. Выбрали уже участок, солнечное место, осечное должно быть целый день, потому что если будет тень, созревание ягод затягивается, закладывается мало цветов, и плодоношение, соответственно, слабое в тени. Только полное солнечное освещение дает богатый урожай этой культуры. Ну, и вот дальше идет, ну, не полемика, а рекомендации. Копаем ямы 60-70 сантиметров глубиной. А вопрос резонный. Зачем копать такие ямы, когда в голубике основная масса корней располагается на глубине 40 сантиметров, не более. Из опыта замечу, что на пещерных почках вы можете, конечно, копать ямы на 40 сантиметров, на глинястых почках яма должна быть 15-20 сантиметров, не глубже. Самое главное, чтобы голубика росла на грибнях. Вот у меня, вы видите, растет технология вообще, что более простая, чем можно представить. Просто-напросто была обыкновенная земля, в которую носилась и долонитовая мука, и удобрения вносились минеральные. И вот на этой земле были просто поставлены кусты голубики и обсыпаны верховым торфом. Обсыпаны верховым торфом. И несмотря на такую примитивную технологию, голубика была как бы на холмах, она не замокала зимой, здесь не было застоя воды для кустов, кусты развиваются прекрасно, а что вы можете осудить по их плодоношению? Они просто усыпаны ягодами. Значит, копать с ямы, можно копать, можно не копать. Единственный нюанс, в чем заключаться, что верховой торф со временем прогорает и начинает оседать. Замульчировал опилками, для того, чтобы торф не прогорал, и, соответственно, ну, совсем его не осталось. Что дальше идет по эмульчированию? Чем эмульчировать? Опилками? Соломой эмульчировать? Или корой, вот. Знаете, я заметил, что лучше, конечно, опилками, то, что есть опилки, это хорошо. Но теперешние пилорамы делают опилки очень мелкой фракции. И эти опилки слеживаются. Поэтому давать большой слой таких опилок под голубику нежелательно. Потому что эти опилки образуют корку, и голубика плохо дышит. Корни плохо дышат, то есть кислород плохо поступает к корням, и растения начинают задыхаться, растут плохо. Поэтому что можно использовать? Лучше подойдут, конечно, кора, лучше подойдет щепа, даже та же древесная, ну и даже солома. Даже соломой устрасть роды опилок, это будет задерживать влагу, она и так будет подсыхать быстро почва, и создавать более благоприятные условия для развития нашей голубики. Следующая ошибка, которую совершают многие наши, ну, уже знающие, не знающие, это самое садоводы, значит, они, ну, раз голубика своими корнями питается слабо, работают микоризмные грибы, они уносят очень мизерные дозы минеральных удобрений. Потому что органики голубика как бы не любит. Надо вносить минеральные удобрения. Так вот, многие как бы что делают по минеральных удобрениях? Вносят мизерную дозу, и потом удивляются, почему ягоды мелкие, почему кусты не растут. Ну, для примера, я скажу, что на пятилетний куст, на один куст надо 200-240 грамм минеральных удобрений дать. Это сразу весной в основную заправку почвы. Потом последующие подкормки пойдут с сульфатом аммония, они также будут необходимы где-то в дозе 100 грамм. 100 грамм на каждую подкормку давать. При таком высоком, ну, минеральном питании ваша голубика будет давать мощные приросты и, соответственно, давать очень крупные ягоды. Вот, на скудном пайке она таких ягод не даст. Ну, вместе с подкормкой, о которой я вам рассказывал, мы можем еще растим ягоды про цветок, добавить в это удобрение. Оно совместимо с любыми минеральными удобрениями. Добавили, и наши голубики будут гораздо-гораздо лучше. Урожайность будет возрастать. Так что запоминаем. Растим ягоды про цветок. Ну, и дальше, как я уже заметил, что растение влаголюбивое, ну, влагу она любит, когда нарастают ягоды. Когда нарастают ягоды, голубика любит поливы. Вот. Ну, лучше все, конечно, заниматься не поливами, а сделать капельный полив, чтобы вода постоянно поступала к нашей голубике, она будет благоденствовать и, соответственно, давать вам очень хороший урожай. Этот нюанс вы поняли. Ну, по обрезке, что замечу, значит, до трех лет голубику не образают, а уже с трех лет, когда появляются на четвертый год уже побеги, новые высоте, значит, удаляем все побеги, которые были в приземной части. Все побеги на высоте 30 сантиметров от уровня земли мы все срезаем. Почему? Потому что они дают как бы мелкие ягоды, к тому же это путь к болезням нашей голубики. Убрали, чтобы они проветривались и оставили в кусте примерно 5 крупных веток. Оставили 5 крупных веток, это будет очень хороший урожай. Ну, самый урожайный, то есть самые крупные ягоды даст голубика, который где-то ветви, ветви пятилетние, они будут самые крупные ягоды. 6-7 лет уже крупнота ягода снижается, а после 7 ягоды уже мельчают. Поэтому старые побеги, которые 7 лет где-то, мы уже их замечаем, они видны короткие веточки, короткие междоузли, кора уже там коричневая, но просто-напросто, если у нас есть молодые, вырезаем, вырезаем, чтобы молодые давали хороший урожай. Ну, голубика культура новая еще, и как бы мной я считаю, что эта культура пока беспроблемная. Нет, уже у нее появились, появились болезни, появились болезни, и большинство этих болезней, хочешь не хочешь, нам придется променять химию. Весной голубика, что необходимо делать? Голубик необходимо обрабатывать от болезней. Чем мы будем обрабатывать? Это та же самая бордоская снесть, самое простое доступное средство. До распускания почек мы обильно опрыскиваем кусты. Если мы не спрыскиваем кусты, у нас могут появиться и бактериальный рак на нашей голубике, могут появиться другие болезни, и, соответственно, наш урожай пропадет, не будет нашего урожая, и кустики могут погибнуть. Поэтому такая профилактика делается как бы весной до распускания почек. Ну и самый же главный вопрос. Приобрели вы кусты голубики, еще до посадки мы не дошли пока, мы все пока разбираемся. Вот голубика имеет особенность, что она продается с закрытой корневой системой. И вот ее просто достать с этого контейнера и посмотреть в грунт нельзя. Почему? Через два года она у вас пропадет. Она не будет жить. Мы берем ее вместе с контейнером опускаем в воду. Где-то на часа 5-6 часов опустили в воду. Она размокает. Потом мы раздираем земляной ком. Раздираем нещадно. Можно делать это руками. Можно такими-то вилочками делать. Чем угодно. Но корни должны стать, как они в коме, они должны стать горизонтально. То есть при посадке должны быть горизонтально. Тогда наша голубика проживется хорошо. И в других культур мы это не делаем. Просто достали, посадили. В голубике, если вы так поставите, два года больше она не проживет у вас. Поэтому разрываем корни. Обильно разорвали, разорвали и посадили нашу голубику. Полили, замульчировали и она будет расти. Ну, конечно, хочется и размножить. Хочется размножить. Тут как бы сразу возникают вопросы. Ну, размножаться голубика в домашних условиях. Не размножаться. Размножаться и очень легко. И очень легко. самый простой способ, который вы можете испробовать, это с ягод. Семенной способ. Ягоды. Купили ягоды. Сорт вам понадобится по вкусовым качествам, по крупноте. Вы берете, протираете. Семена седают на дно, мусор всплывает. Эти семена подсушиваете и высеваете. Ну, высевать, конечно, лучше ящички. И ящички, поверхность, ящички заполнены или песком, или верховым торфом. Два такое субстрата могут подойти для голубики. И сверху ложим мох и на этот мох высеваем семена. Сходы появятся ближайшей весной. Ну, они должны стоять на улице, потому что семенам надо в холодный период. В холодный период мы можем задать искусственно стратификация. Сделать стратификацию в течение трех месяцев и высевать нашу голубику весной. Ну, это как вам позволяют условия. Ну, замечу только, что из семян голубика зацветет на четвертый, пятый год. Не раньше. И тогда вы отберете через несколько лет плодоношения самые урожайные кусты и самые понравившие вам ягоды по вкусу. Следующий способ, что очень хорошо голубика размножается одревеснившими черенками, как смородина. Только один нюанс, что одревеснившие черенки голубики необходимо выращивать в строго контролируемых условиях, то есть в теплицах. Обычная теплица, обычный парник у нас. Делаем верховой торф, ставим дуги, дуги накрываем спонбондом, потом пленкой, то есть в притянении, высаживаем черенки. Длина черенка голубики где-то 15 см. Срезаются для голубики что весной? Самые мощные побеги. Мощные бездействительные побеги срезаются, нарезаются по 15 см. Но просто так посадить, они у вас вообще все погибнут. Их необходимо обработать гормонами, тем же корневином. Обракнуть каждый черенок корневин и высадить. Вы высадили, укоренение идет не менее двух месяцев. Она может распуститься, но корни появятся, соответственно. Если вы посадили, они где-то в конце мая, в начале июня только начнут появляться корни. Ну и первая зима, она зимой тоже теплится, укрывается на зиму. А потом мы уже пересаживаем в открытый грунт на зарашивание. Из черенков голубика зацветет на третий, четвертый год. То есть, значит, на скорее. Ну и что проще, размножить эту ягоду, можно зелеными черенками, с конца июня и до начала августа. Очень хороший срок для черенкования садовой голубики. Опять же, условия срок контролируемые, то есть, пленочка и причинение спонбондом. В таких условиях садим, нарезаем черенки обычных культур, большинства зеленых, нарезали череночек, обмакнули корневин, высадили. Ну, здесь уже процесс укорения занимает шесть недель. Шесть недель, то есть, меньше двух месяцев. Опять же, все черенки зимуют на этом месте. Так что, если вы внимательно прослушали мой рассказ о голубике, вы поняли, что эта культура не такая уж и сложная. Просто необходимо знать нюансы и требования этой культуры. Зато вы будете иметь, используя все то, что я вам рассказал, вы будете иметь хорошую крупную ягоду, вкусную, полезную, которую можно и в свежем воде кушать, и заморозить, и угощать детей, и внуков. Ну, а если понравился наш ролик, значит, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, посещайте наши магазины, и вам хороших урожаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова